всем всем привет всем здравствуйте меня сразу видите спойлер кто досидит до конца прямого эфира в конце покажу как будет выглядеть дизайн новом боксе александр маквин который я жду с конца весны вы так ждете официальный старт продажи будет с конца ноября вот но сейчас я буду периодически вам показывать всех прямых эфира и где-то середины ноября может числом 20 прям начну уже дизайн делать активно поэтому ждите конца сейчас эфира узнаете как выглядят декорации что войдет в бокс а сегодня у нас тема с вами стемпинг m-paste это краска гелевая без остаточной липкости ее можно использовать для стемпинга для не просто как вот в чистом виде а под эффект вот сегодня будем работать с пигментами также покажу в сравнении с лаками потому что разница очень большая когда мы работаем штампиками с м-пастой когда мы работаем штампиками лака вот и конечно же сегодня ура вышла моя любимая декорация последняя осень и зима видите она у нас выходила что то вышло в конце августа в сентябре в октябре вот и вот этот как раз слайдер 1 ноября наконец есть продажи что я его очень сильно ждала самый красивый потому что у меня видите любовь вот эти разводы с золотом с кусками а теперь вышли еще и квадраты тоже с кусками золота как раз вот в этой новой технологии где на элементы фольги при печати используется смола которая дает эффект объема гель и так чем будут сегодня работать сейчас во первых дизайн и покажу как выглядит сегодня мы с вами сделаем вот этих четыре варианта дизайна часто начнем со степпинга с вами с пигментов и потом поработаем еще новой декорации ну что поехали и так предлагаю поработать новой коллекцией это хант-клаб мой любимый хант-клаб идеально просто сочетание под все декорации которые у нас вышли в августе в сентябре в октябре настолько она вот гармонично и между собой и цвета сложные есть эмали красивые есть очень красивые перламутровые есть шиммерные мне очень сегодня хочется поработать оттенками это 428 смешать его с античным золотом получается офигенный градиент и на фоне этого градиента мы сделаем степпинг а там где у нас будет с вами стемпинг с краской гелевой я предлагаю поработать в технике втирки пигментом поэтому лучше взять какой-нибудь темный цвет однотонный без градиента без ничего это то что мы сейчас с вами будем делать четыре варианта будем забыть с вами всем здравствуйте девочки всем здравствуйте и и так ну поехали очень нравится когда возле кутикулы идет античное золото и она переходит в какой-то из эмалий из этой коллекции вот например очень необычная так вот взять сразу подумать что эти два цвета в градиенте прям даже не знаю и не возьмешь дело 428 самодостаточный цвет очень но под градиент прям вот идеально подходит вообще очень хорошее такое сочетание когда у вас один цвет эмалевый и к нему по тону идет цвет с шиммером ведь перемешивается очень быстро легко можно первый слой сделать вот буквально в один проход либо два и второй слой продублировать уже более тщательно ну так как мы сейчас с вами на типсах работаем я лишь предлагаю в один слой сделать оно и так хорошо так и второй типс мы просто берем шоколадным цветом 432 как раз то что у меня сейчас на руках у меня кстати тоже как раз вот это античное золото вернее античная бронза как раз вот с этим шоколадом градиенте тоже идеально смотрится так сложно необычное сочетание тоже смотреть до 6 миллилитров девчонки нам невыгодно выпускать гириллаки поэтому мы их выпускаем только в наборах потому что все равно самое самый популярный объем это 9 миллилитров 6 миллилитров ночь хорошо у нас продаются там просто видите затраты на тару большие очень и когда мы продаем маленький объем там себестоимость старый очень большая ложится и вообще этот объем для нас не очень интересен поэтому 6 миллилитров основной только наборе идет смотрите еще раз эти античная бронза как раз вот с этим коричневым и смотрите как это же античная бронза с зеленым 428 скажите круто так и теперь давайте так если мы работаем лаком да то мы наносим слой тэклоса желание наносим слой тэклоса мои девчонки не наносят тэклоса говорят что это лишний слой они просто пересушивают дисперсию либо тупо обезжириваю вот я ни то ни то не люблю делать поэтому всегда наношу тэклоса здесь также наносим тэклос но для чего мы сейчас его хорошо просушим есть принципе можно нанести в этом случае любой топ вообще не имеет значения просушить и запилить его нужно здесь мы будем работать краской гелевой какая краска гелевой идет под пигменты сегодня я хочу поработать с вами пигментами втирки потому что сейчас как раз впереди скоро новый год и в принципе эта техника она каждый год актуальна вот сколько бы лет не произошло всегда пигменты втертый на рисунок они будут пользоваться популярностью неважно какой будет год под новый год это всегда актуально вот сегодня вам предлагаю это сделать в технике стемпинга и здесь как раз нам пригодятся им пасты ставьте плюсики у кого есть наличие набор им пасты либо им паста белая поштучно понятно можно из набора взять там любой цвет вот вы должны понимать что им пасты они в первую очередь краски гелевые и конечно в стемпинге при тонком нанесении они практически не дают цвета там более или менее белый виден вот остальные они будут сюда полупрозрачны вот но опять же рад зависимости от того какой вам эффект нужен иногда утром реально нужен такой полупрозрачный эффект а лайки они ложатся только плотно вот мы берем им пасты тоже в этом случае сегодня предлагаю только не хочу втереть вот такой перламутровый белый пигмент золото металли то я возьму белую им пасту любые им пасты пойдут для втирки смотрите тут единственно должны понимать что те же неоновые они при нанесении на пластину будет прозрачно лежать но в принципе нам для втирки это не имеет значения если есть неоновые пасты делать стемпинг на неоновый опять же какой цвет вы хотите да если например в тирку сделаю на маджен то будет все равно розовинка отдавать да например вот этот прозрачный будет выглядеть уже по-другому с другим эффектом будет нужно просто взять все цвета им пасты которые у вас есть отпечатать и повтирать пигменты посмотреть где какой цвет будет чтобы у вас это всегда было под рукой так и здесь под пигменты очень часто как показывают что берите матовый топ перекрывайте матовым топом потом делайте рисунок и втирайте пигменты пигменты это такая зараза все равно он на матовом топе прилипает даже не прилипает а как бы попадает в поры матового топа матовый топ это же пористая поверхность поэтому я все равно на всякий случай если хочу чтобы у меня пигмент прям чисто лег без грязи на фоне потому что в любом случае ведь и пигментом чуть-чуть на фон может попадать это нормально вот то на матовом топе попадает очень много я поэтому всегда поверхность шлифую обезжириваю а потом только делаю рисунок под пигмент вот поэтому шлифовщик 240 на 220 в идеале но у меня нет сейчас под рукой поэтому я взяла 100 на 180 и взяла именно сторона которая 180 в общем чем мельче зерно тем лучше и я не сказать чтобы я прям так сильно фанатично тут шлифовала но пришлось слегка пластины у нас офигенные пластины вышли две пластины специально в разном стиле одна флора вторая такая вот сейчас геометрия время нет чуть-чуть брендовый маникюр такой стиль арт-деко вот видно что здесь анималистичных два принта потом такой стиль арт-деко раз два три четыре потом варианты для брендового маникюра такой а-ля ванклифф а-ля фенди смотрите какие классные такие классные абстракции вот очень удачно пластина будет базовом ассортименте поэтому если что имейте ввиду на базовом ассортименте очень классная флора смотрите флористика это не удел лета на самом деле смотря в какой цветовой гамме вы будете делать эту флору она в осени очень круто смотрится вы смотрите например фон приглушенный цвет краски для стемпинга тоже либо белый черный какие-то пастельные цвета смотрите как здорово смотрится начнем с вами с краски гелевой отличие от лаковой краски здесь хорошо новичкам и для тех кто стемпинг так и не научился делать вам не надо никуда торопиться вам не надо никуда торопиться потому что краска гелева она сохнет только в лампе но я возьму этот же принт можно пару раз пройтись и смотрите правило какое снимаем перпендикулярно и отпечатываем перпендикулярно это главное правило и слушаем 10 секунд раз два три 4 5 6 7 8 9 10 берете сухую не рекомендую брать как этот аппликатор для втирки где он эти аппликаторы не рекомендую брать потому что блин это хорошо зайти на всю поверхность когда рисунок лучше нанести такими легкими движениями этот пигмент не давить на кисточку вот я предлагаю два цвета градиентом нанести все потом можно так вот пальчиком снять не хотите не хотите пальчиком возьмите просто сухую салфетку и тоже легкими движениями прям легкими не давим на пальчик и получается быстрый классный красивый дизайн вот еще раз импасту в принципе можно брать любого цвета единственное должны понимать что белый он ярче всех смотрится все остальные будут давать где-то слишком большую прозрачность цвет небольшой вот но эффект любом случае будет красивый сейчас мы перекроем это все финишем можно будет стразики нанести кстати чтобы штампик его на дольше хватало хватает его не сильно в отличие от использования лака надолго вот так вот дисперсионная пленка гелевые краски она портит штампик со временем поэтому можно конечно снимать остатки краски гелевым обезжиривателем вот но обезжириватели они все-таки гробят со временем эти штампики они становятся видите такие вот клеевые прям вообще уже невозможно работать потому что такого не происходило вот так вот полимеризуете секунд 15 вот потом берете вот так скотч или там чего есть ролик от пыли и все видите и почистили он не так будет быстро портится понятно сейчас можно сюда ищут дырочки стразики в цели и 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 быстро и красиво есть самое главное не прозевать им пасту время запомнили сколько секунд сушим им пасту под втирку пишите кто запомнил как раз проверим как вы запомнили пишите сколько секунд сушить им пасту все правильно 10 секунд теперь лак очень необычно мне нравится под новую коллекцию использовать либо белый цвет либо черный либо севереневый лавандовый с грязными оттенками офигенно смотрится в стемпинге на флористике давайте вот эти цветочки другие возьму поэтому я беру сиреневый это номер одиннадцать у нас штампик тот же и вот в отличие от краски гелевой здесь нужно быть расторопным быстрым вот кто еще не работает со стемпингом рекомендую все-таки его освоить многих терпячки не хватает вот на самом деле там просто все зависит от количества повторений чем больше повторяете тем больше появляется у вас навык скорости то что здесь что самое главное лайки быстрые четкие движения лак снимается перекатывающими движениями наносится также перекатывающими если например где-то вот по торцу не хватает либо по кутикуле если ногти очень длинные видели я просто допечатала допечатала так как здесь лак не имеет липкости teclas уже был нет липкости здесь центр можно сейчас приклеить шермикончик какой приклеен давайте серебряный будет классно сейчас я покажу шермиконов очень много в этом сезоне они все дружат классно с коллекцией с новой с пластинами с новыми и все такое вы знаете минимализм арт-деко абстракции блин испачкала шермикончик так ну ладно перед тем как наносить матовый топ а я предлагаю матовый топ давайте выровняем поверхность топ слайдера потому что когда столько всего нанесено как столько стемпинга лакового еще и teclas был использован да на глянцевую поверхность матовые топы хоть и ложатся нормально но не всегда носится у клиентов я предлагаю защитить поверхности придать и диспрессионный слой при помощи слайдера неважно кстати ли у какой фирмы вы матовым топом работаете вот прям это вам такой как это сказать вам больше что я хотела сказать в общем на заметку нужно придать диспрессионную поверхность тому покрытию куда вы будете наносить матовый топ то что понятно просто покрыли цветом наносим матовый топ там есть дисперсия вот если какой-то дизайн был использован чего там вы клеили друг на друга как бутерброди желательно нанести что-то с липким слоем даже в принципе я могла бы нанести базовый гель вот ну базовый гель они чаще всего такую легкую желтизну дают там будешь не наносить вот берите любой топ с липкостью вот во первых матовый топ он уложится лучше дисперсионную поверхность хорошо выравнивается он тогда не толсто ложится а тоненько вот кстати что у нас с вами получилось а ведь кстати смотрите следы это я как скрапером работала надо было еще разочек пройтись скрапером это вот прям полосочки остались ну в принципе это не мешает лайфхак точно слово забыла у меня что-то с башкой я даже вот последний раз говорю эндокринологу говорю у меня что-то с головой какие-то словы слова слова недавно слово ландшафтный дизайнер забыла это вообще было жесть не могла вспомнить все ландшафтный дизайнер так здесь можно кстати вот эту штучку сделать глянцевую взять топ без липкости да говорю эндокринологу стало какие-то элементарные вещи забывать не могу вспомнить либо это моя анемия дает такой результат суши здравствуйте екатерина не помню вы будете выпускать новые базы больших объемах хотя бы 30 миллиметров база с акрилом не помню точно название я поняла жидкий полигель бутыльках он вышел жидкий полигель там такое сырье дорогое получилось по себестоимости все эти два варианта готовы теперь давайте я вам покажу декорации смотрите какие шармикончики все классные вот они все вот 4 4 4 получается 1 2 3 4 так где-то 5 и 5 они все очень круто дружат вот с этим слайдером это новый слайдер который поступил продажу два дня назад я очень ждала здесь такая же новая технология печати видите золото не просто а сверху нанесена небольшом количестве смола и она дает такой эффект видите объема уже просто на левой руке длины вы делаете на гелевые типсы и меда я делаю на гелевые типсы полную длину очень мне нравится потому что экономит много времени материала не надо короче быстрее очень у меня трапециевидные ногти прям длинообразные и у меня лучше всего стоят именно типсы так нет нет а чаще всего я использую типсы формы нижние редкого вот сейчас практически уже не наращиваю на нижние формы потому что меня видите у меня очень большая длина идет не всегда не это хочется так предлагаю цвет мы сегодня с вами этой коллекции новой хан клапши не работали 431 покрываем и на нем вот эта новая декорация квадратики будет очень классно смотреться сейчас еще раз покажу ставьте плюсики кто уже купил хан клап коллекцию вот этот цвет которая сейчас использую красивый 431 сегодня работала 428 429 431 да а и 432 коричневый наносим топ слайдер сначала потому что я все слайдеры на водной основе всегда приклеиваю на топ слайдер вот мне нравится у меня такая хорошая клеевая основа дисперсионная мне очень нравится вот этот дизайн сочетать с поталью смотрите очень круто с кусочками потали раз мы стараемся аккуратненько нарвать кусочки таль можно купить любого художественном магазине сейчас сейчас кстати небольшими листами такими продается база густая когда в тюбике меньше половине крайне неудобно ее доставать подумайте что нибудь база густая это какая база в тюбике это вы про акригель говорите блин надо же было сначала поталь мне приклеить девочки я забыла поталь приклеить поталь обычно я приклеиваю на дисперсионную пленку гель-лака вот потом уже тут слайдер сейчас отвлеклась на вопросы так давайте здесь вырежем цвет в чем проблема может быть если гель-лаки не держат значит не подходит гель-лак клиенту вы знаете что больший процент клиентов все-таки лучше всего уходит с классикой с классическими гелями жесткими либо там где применена технология совмещения гель-лак возле кутикулы а на свободном крае например классика акригель либо гель в чистом виде гель-лак поверьте мне девочки ну процент таких женщин он меньше намного потому что гель-лак хорошо носится 4 недели у тех у кого хорошие твердые ногти свои если ногти тонкие как тростная бумага от природы влажные и так далее блин ну гель-лак по показаниям не подходит но это очень редко чтобы они хорошо относили 3-4 недели лучше совмещать на свободный край классику ставить это я всегда говорю идите учиться на наш курс по моделированию наращивания у нас очень объемный обширный курс он затрагивает все материалы от классики до гель-лака вы после этого поймете почему нельзя работать только гель-лаками где мои ножницы я например гель-лак практически не ношу очень редко у меня всегда либо совмещение гель-лак утикулы свободный край жесткий гель либо просто классическая коррекция жестким гелем так водичка танюша ваганова надеюсь на петель тюбики сушки но мы акригели сейчас снова перевели в баночки вот поэтому ближайшее время у нас акригелей вот этих твердых в тюбиках не будет мы опять к банкам вернулись все ультрабонт обязательно и здесь можно перекрыть тегласом и наклеить какие-нибудь шермикончики слова суши так все возьмем здесь много у нас черненьких слов как раз хорошо будет смотреться там где элемент фалини правда не досушила теглас на фига ладно ладно все суши смотрите как получается красиво еще раз этот цвет номер 431 и вот этот слайдер вы видите как фольга выглядит фольга она уже на самом слайдере покрыта небольшим слоем смолы да это место оно немножко такое прям объемная вот просто слайдеры старайтесь чтобы они в центре находились там сильно бака не уходили в принципе они нормально садятся вот но зато смотрите какой эффект под топом красиво получается они тут разные могут быть смотрите эти квадраты вот с этими шермиконами из осени просто обалденно там с полосочками смотрите такими квадратиками дополняете смотрите сколько всего в общем я в восторге от этих слайдеров я их прям ждала очень долго все шермиконы которые я вам до этого показала вот они все классно дружат с этой темой и еще с порталем так ну что катя лак для стемпинга золотая будет да будет наконец-то вроде как сделали мы получилось мне просто очень долго не получалось сделать реально я не думаю что такая проблема будет сделать золотой лак для стемпинга не хватало плотности у пигментов которые я добавляла для лака для стемпинга ну что давайте переходить к спойлеру как я и обещала сейчас я вам покажу как будет выглядеть декорация в новый бокс это вот уже типс которые мы сделали отфотографировали мастер-классы все сняли в баночках удобнее акригель ну у нас видите у нас есть акригель мягкий который с блестками он для тюбиков хорошо подходит на самом деле вот у нас есть новая коллекция будет выходить акригели с блестками там такие у них всякие нежные будут камуфляжные молочные с блестками с красивыми я сейчас не знаю мы решаем делать в тюбиках или делать в банках вот ну вроде мы сейчас акригели опять в банки вернули потому что у нас есть серия акригели которые прям твердые вам конечно их тяжело из тюбика выдавливать Катя так как на принкод гель что-нибудь полностью отпечатывается фольга да можно но я обычно это в два слоя делаю первый слой принкода наношу отпечатываю фольгу и второй слой принкода наношу и еще раз отпечатываю фольгу получается очень красивый эффект сушить принкод надо посмотреть я уже давно не работала в лампе проверить надо около двух минут возможно полторы-две минуты будет акригель в банках я вам уже сказала особенно будет так ну что показываю вам наконец тадам сейчас я маску выключу почему так долго делали этот бокс вы знаете что боксы это у нас не основные продукты которые мы выпускаем боксы они у нас посвящены какой-то теме это ограниченные партии декорации которые делаются под конкретные виды композиции в основном все боксы посвящаются какой-то отдельной теме вот у нас была тема как-то морская потом тема была аффирмации это исполнение желаний вот и это уже третий бокс который посвящен модному дому в этот раз это александр маквин очень долго переделывали по 35 раз декорации постоянно получалось не то что я хотела то что у меня было в моей голове знаете как тяжело когда ты видишь что-то в своей башке чтобы это повторила машина чтобы это повторил дизайнер бывает крайне сложно вот мне кажется более или менее мы добились того результата который я ждала и наконец бокс в конце ноября поступает в продажу я сейчас буду потихоньку его вот так показывать распаковку начну делать где-то с середины уже ноября буду им активно работать в этот раз бокс смотрите если предыдущие разы все боксы шли в составе с гель-лаками то в этот раз я убрала гель-лаки из бокса теперь бокс это будет такая небольшая мягкая коробка в которой будет идти книжечка небольшая в этот раз я прям полноценную книжку сделала и много декораций потому что когда мы начали делать александр маквин и я делать начала вот эти компоновки вот этот бутерброд из дизайнов когда слой 1 2 3 и получаются очень такие вот наполненные перегруженные композиции я поняла что мне не хватает количества декораций мне нужно было уложиться в определенную стоимость да в определенную стоимость чтобы более или менее за такую сумму вы смогли это купить вот поэтому декораций много и в итоге гель-лаки я не стала туда ложить поэтому кто любит вот такие всякие штуки нестандартные да потому что это ну для определенных клиентов под определенных мастеров рекомендую в этот раз бокс купить в двойном экземпляре что вы знаете это всегда ограниченный тираж это все небольшим количеством и это просто в ноль распродается повторов мы практически не делаем то что я даже бокс дольче габбана говорила что повтор каких-то декораций будет но в итоге мы не сделали то что мы посчитали потребность мы не стали повторять потому что была вероятность что мы их не продадим потому что очень такие наполненные перегруженные варианты в общем кому приглянулся бокс прям рекомендую рекомендую чтобы вам хватило на два бокса а не на один все всем большое спасибо за внимание всем пока 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 а